МТВ, Финляндия, руководству СССР пришлось отказаться от требования безоговорочной капитуляции Финляндии. Кеймолехкиниями. МТВ.фи, Финляндия. 31 июля 2019 года, победа финской армии в сражении при Илламанси была одной из самых значительных побед финской армии в военные годы, но по политическим причинам о победе в Илламанси в Финляндии говорили мало. Цель русских, вероятно, заключалась в окружении финнов. Поскольку на южных фронтах направления Талии и Хантала не были отражены, следующей альтернативой был удар по тылу финнов. «Тогда мы попались бы в тиски», рассказывает военный историк Раунос Ухонин, Раунос Уонин. В Илламанси был переведен с фронта в рука Ярви генерал-майора Эрки Рапана, который являлся доверенным лицом Маннергейма. Он был хорошо знаком с этой местностью, поскольку ранее командовал пограничным ведомством. Здесь были изолированы друг от друга две дивизии, их пути снабжения перерезали. Войска предполагалось взять в котлы, котлы уничтожить, а снабжению из тыла воспрепятствовать, рассказывает Сухонин. В боях при Илламанси погибли, были ранены или пропали без вести 2,5 тысячи финнов. Цена победы в сражении была велика, но политическое руководство Советского Союза было вынуждено отказаться от требований о безоговорочной капитуляции Финляндии уже в ходе переговоров о перемирии. Илламанси посещают туристы. Места боев у Илламанси привлекают уже третье и четвертое поколение людей, интересующихся этим периодом. Мой отец воевал. Братья-матери тоже были в этой местности, рассказывает Йорма Хурни. Йорма Хурни. Сея Альтанин, в свою очередь, отмечает, что сражение при Илламанси вызывает интересы у молодежи. Я заметила, что интерес к этой теме проявляют и дети, говорит Альтанин. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.